МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. Мы расскажем вам о том, что произошло во вторник, 16 октября. В студии работает Андрей Тенн. Это коротко о главных событиях. Модернизировать сферу образования начнут с детских садов. Уже в следующем году особое внимание уделят повышению квалификации воспитателей. Министр образования и науки Ерлан Сагадеев провел совещание в Караганде. Цифровые технологии в интересах общества. В Караганде стартовал хакатул среди студентов. Это первый этап IT-форума, который собрал более сотни студентов Караганды. Карагандинский пловец Сергей Кенах завоевал серебряные медали в паразиатских играх. В международном первенстве от Карагандинской области участвуют семь спортсменов по четырем видам спорта. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этом рассказывал Ерлан Сагадеев. Глава Миноборнауки встретился с педагогической общественностью Караганды. Рабочий визит министра связан с работой по разъяснению положения послания главы государства. В сфере образования грядут перемены. Об этом поведал Ерлан Сагадеев на встрече с преподавателями, которая прошла в Назарбаев интеллектуальной школе. Ряд изменений коснется детских садов. Для улучшения качества дошкольного образования планируется ввести национальный квалификационный тест для воспитателей. Поставлен вопрос организации краткосрочных подготовительных курсов. Примечательно, что в зависимости от результатов тестирования воспитателям повысят заработную плату. Мы хотим ввести, разрабатываем новую сетку оплаты, так же, как у педагогов. Более расширенную, с большим шагом при доплатах. И согласно вот этой новой сетке, воспитатели, которые будут проходить национальное квалификационное тестирование, должны получать эту заработную оплату. Поэтому у нас на это дается 2019 год. Мы этими вопросами сейчас занимаемся. Если есть предложение, я вас прошу активно в этом участвовать. Также министр образования и науки остановился на вопросе трудоустройства выпускников вузов. Он отметил, что если учебное заведение не справляется с подготовкой хороших специалистов, может лишиться лицензии. Рейтинг высокий. По этой специальности, пожалуйста, преподавайте. Рейтинг низкий. Мы лицензии будем по этой специальности забирать, как в рамках приложения. То есть вопрос о закрытии высших учебных заведений не стоит. И вопрос стоит о том, что если ты преподаешь какой-то предмет и выпускаешь в группу, то эти группы должны трудоустраиваться. На этот год мы поставили шкалу 50%. В ходе встречи преподаватели получили возможность задать министру интересующие их вопросы. Говоря о новом послании главы государства, учителя подчеркнули, что главным подарком для них стал закон о статусе педагога. Поднять статус педагога – значит поднять статус всего народа. Будь то президент или ученый, каждый получает знания от учителей. Закон о статусе педагога – большая радость для всех нас. Это позволит нам заниматься только преподавательской деятельностью и уделять все наше внимание и время ученикам. Напомню, глава Министерства образования и науки Республики Казахстан прибыл в Караганду с рабочим визитом 15 октября. Ранее он посетил несколько образовательных учреждений и выразил свои мысли по поводу развития инклюзивного образования. Банков лишат возможности взимания дополнительных денег у заемщиков, а также бесконечного начисления штрафов за просрочку по кредитам. Эти и другие нормы содержатся в законопроекте Министерства юстиции. Об этом сообщила вице-министр юстиции Наталья Пан на встрече в Карагандинском государственном университете. Встреча была посвящена вопросам реализации задач, поставленных президентом в своем послании. Рост благосостояния казахстанцев, повышение доходов и качества жизни. Разъяснение основных приоритетов и задач, поставленных президентом в последнем послании. Вице-министр юстиции Наталья Пан на встрече со студентами и преподавателями юридического факультета государственного университета рассказала о задачах, которые уже сегодня решает правительство. В частности, речь шла о повышении заработной платы. Будет изменена методика определения размера минимальной заработной платы. Также в соответствии с поручением главы государства с 1 января 2019 года будет обеспечено повышение оплаты труда для 275 тысяч гражданских служащих. То есть это не будут служащие, это те люди, которые трудятся в организациях образования, здравоохранения, у которых совершенно иной статус. И в среднем рост заработной платы для них составит порядка 35%. На эти цели в республиканском бюджете будет предусмотрено 86 миллиардов тенге. Заместитель министра также рассказала о законопроекте, который призван охранять права собственности. Этот закон, если он будет принят, отберет у банка второго уровня механизм взимания дополнительных денег у заемщиков. Во-первых, установить запрет на взимание двойных комиссий, заведения банковского счета, связанных с обслуживанием и выдачей займа при его открытии. То есть, чтобы получить кредит, чтобы уже залезть в эту кабалу, граждане вынуждены выплачивать уже немаленькую сумму денег. Мы здесь устанавливаем запрет на это. Также устанавливается запрет на взимание вознаграждения на численного по исчезнению 180 дней просрочки по ипотечным займам. То есть, уже человек все, у него просрочка 180 дней, явно он не сможет дальше платить. И дальнейшее начисление вознаграждения – это просто вбивание его дальше в гробовую кабалу. Убираем такую возможность у банков. Участники встречи отметили, что главной задачей послания является дальнейшее повышение уровня жизни казахстанцев. В целях решения данной задачи посланием предусмотрена реализация комплекса законодательных и организационных мер. Аналогичные встречи с населением по разъяснению основных положений послания главы государства проводятся во всех регионах страны. Андрей Тенаманкужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Оценить качество оказания медицинской помощи в Карагандинской области, а также выявить резервы, которые позволят это качество улучшить – такова главная цель визита мониторинговой группы Министерства здравоохранения. Возглавляет группу заместитель министра Лязат Актаева. Члены мобильной группы Министерства здравоохранения отметили, что в Карагандинской области широкое распространение получила практика государственно-частного партнерства. Улучшается материально-техническая база лечебно-профилактических учреждений. Активно проходит процесс цифровизации. Однако есть и проблемные вопросы. И главный из них – увеличение материнской смертности. В этой связи в регионе организован республиканский выездной штаб. Специалисты указали на дальнейшее улучшение материально-технического оснащения организации родовспоможения. Причиной материнской смертности явились – это тяжелые экстрагенитальные заболевания и осложнения беременности. Поэтому поручено области продолжать системные меры по повышению квалификации медицинского персонала и материально-технического оснащения организации здравоохранения. Качество оказания медицинской помощи мобильная группа оценивала не только по количеству современного оборудования и квалификации персонала. Один из важных этапов – встреча с пациентами. Этим занимались представители общественного совета при Министерстве здравоохранения. Они акцентировали внимание на проблемных моментах. Это и большие очереди, и недоступность пациентов к узким специалистам. Это не всегда качественное обслуживание в поликлиниках, которые изменили форму собственности. Наша задача общественного совета – выявлять те недоработки, которые делают государственные органы, подавать им пути решения, рекомендовать, чтобы эти недостатки устранялись, и, конечно, чтобы наше население получало качественную, квалифицированную медицинскую помощь, и наши больные были удовлетворены работой нашего медицинского персонала. Эти и многие другие вопросы обсуждали на заседании Координационного совета. Заседание это стало итоговым. На нем были озвучены результаты работы мобильной группы, а также даны рекомендации. По итогам заседания сегодняшнего Координационного совета будут даны четкие рекомендации, разработан план мероприятий для устранения выявленных замечаний и дальнейшей динамики развития системы здравоохранения в нашей области. Андрей Тенальд, Денжакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде стартовал хакатон среди студентов. Это первый этап IT-форума, который собрал более сотни студентов Караганды. Масштабное мероприятие проводится в рамках программы «Рухани Жангару». Тема форума – цифровые технологии в интересах общества. Организаторы убеждены, что любые новшества в сфере информационных технологий должны находить применение в повседневной жизни. Сегодня Караганда демонстрирует высокий потенциал в подготовке IT-специалистов. Цель форума – заразить студентов идеей работы в сфере будущего. Караганда вообще считается родиной IT-специалистов. Это вот я абсолютно не приукрашиваю. Это действительно так. Многие IT-компании, в том числе и Google, Яндекс, Apple и так далее, там везде работают специалисты, которые вышли из Караганды. Многие создали свои IT-компании и успешно действуют на этом рынке. Поэтому мы решили, что эти наши земляки приедут сюда, будут встречаться с нашей молодежью, покажут на своем примере, на своем опыте, они обо всем расскажут, как вообще двигаться в этой сфере. Сегодня в стенах Карагандинского экономического университета собрались более ста студентов. Каждый из них пришел показать свои знания и презентовать идею применения цифровых технологий в интересах общества. В течение нескольких дней студенты Караганды будут впитывать важную информацию. Участники признали, что ждут много практической пользы от форума. Ожидание, конечно же, есть. Мы хотим получить максимально много информации, потому что сегодня эти технологии, они главенствуют миром, на самом деле. А новое время, оно требует этих знаний. Даже, посмотрите, сегодня медицина, покупки, все завязано на этих технологиях. И люди, то есть мы, наше подрастающее поколение, мы должны заниматься этим для того, чтобы учить старшее поколение этому всему. Помогать организаторам в проведении столь масштабного мероприятия будет приглашенный гость из России. Андрей Карабанов является консультантом по развитию бизнеса. Особое внимание он уделяет поддержке предпринимательства среди молодежи. По словам Андрея Карабанова, у Казахстана и Караганды, в частности, есть огромный потенциал в сфере IT-технологий. Мне вообще очень нравится город Караганды. И я вижу, что здесь сейчас активно развивается предпринимательство, и много местных жителей предпринимают активные шаги для того, чтобы предпринимательство здесь развивать и вообще развивать город. Чтобы здесь оставались студенты, чтобы они не уезжали работать в другие города. И чем мне вообще очень нравится Казахстан, то что здесь высокий уровень патриотизма, и люди действительно всей душой хотят сделать лучше, и стараются, и предпринимают шаги. Это то, чего иногда в Москве мне не хватает, и здесь я это чувствую самому, и поэтому здесь так нравится. Хакатон – не единственное мероприятие, которое проводится в рамках форума. Все студенты примут участие в мастер-классах и тимбилдингах. Лучшие команды, которые успешно справятся с решением кейсов, будут награждены дипломами и денежными призами. Так, обладатели первого места получат 500 тысяч тенге. За второе место предусмотрено 300 тысяч, а замыкающим тройку лидеров вручат 200 тысяч тенге. Награждение призеров состоится на пленарном заседании 20 октября. Тухжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Полицейские призывают граждан к доверительным отношениям. Во дворе одного из домов города сотрудники железнодорожного отдела полиции провели встречу с жителями. Местная жительница Лидия Николаевна Бойцова вместе с другими пенсионерами двора приняла самое активное участие во встрече с руководством железнодорожного отдела полиции. Стражам правопорядка участники встречи рассказали о поведении подростков в вечернее время. У нас же сделали детскую площадку вот там. Уже почти все сломали. Идут подростки, вот я же вам толку, по вечерам подростки. Ну, представьте, такой дядя, вот как вы, или даже больше. Вот сядут и начинают то ногами, то руками, то кувыркаться там еще. Вот вам, пожалуйста. Начнешь кричать, они оговариваются, а то еще и матом пошлются. Разрешение на спил деревьев, неорганизованный выгул собак, торговля спиртными напитками в неустановленное время суток – это далеко не полный перечень проблем, обозначенных на встрече. Полицейские подчеркнули, что эффективность работы участкового инспектора во многом зависит от доверительного отношения жителей. Людьми разные поднимались вопросы и бытового характера, и освещения, и дороги. В этом районе тоже были ряд преступлений, связанных с кражами чужого имущества по автомашинам. Квартирные кражи довели тоже, что в какие времена, дня, суток совершаются эти преступления. Я думаю, в дальнейшем мы вот эти сходы будем участвовать, чтобы наши жители знали нас в лицо и могли напрямую к нам звонить и рассказывать о своих проблемах. Стражи порядка напомнили, что самой действенной мерой по предупреждению квартирных краж является постановка жилища на пульт охранной сигнализации. В планах полицейских также проведение регулярных рейдовых мероприятий по выявлению квартир, в которых незаконно проживают квартиросъемщики, в том числе и прибывшие эмигранты. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Карагандинский пловец Сергей Кенах завоевал две серебряные медали на паразиатских играх. На брифинге он поделился впечатлениями о соревнованиях и поделился своими дальнейшими планами. Сергей Нев первый раз принимает участие в соревнованиях такого уровня. В 2014 году он также стал участником паразиатских игр и завоевал бронзовую медаль. Тренер серебряного призера Наталья Монохина отметила, что несмотря на трудности спортсмен справился со своей задачей. В финале на дистанции 100 и 50 метров брасом Сергей приплыл вторым, тем самым завоевал для своей страны две серебряные медали. В Индонезии, куда мы приехали, самое главное было дискомфорт, самый главный, наверное, был в том, что была жара. 32-35 градусов плюс еще влажность. Адаптироваться, конечно, к этим условиям было сложновато. Бассейн был открыт, просто накрыт козырьком. А воздух такой же был горячий, как и на улице. Сергей занимается плаванием более 10 лет и не собирается останавливаться на достигнутом. На сегодняшний день он является представителем областной школы по инвалидному спорту. Впечатления, конечно, много эмоций, стресса много, когда готовишься к дистанции. Так, в принципе, все. Серьезные были соперники? Да, достаточно серьезные. Основной соперник это был с Ирана. Он завоевал шесть золотых, одно серебряное. Напомним, в Индонезии проходит международное первенство среди людей с ограниченными возможностями. В паразиатских играх принимают участие спортсмены из 43 стран. Сборная Казахстана соревнуется по девятим видам спорта. Команда в количестве девяносто одного человека была сформирована по итогам республиканских чемпионатов. Мульдир Жакан, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Ждите новостей на Первом Карагандинском и вы будете в курсе всех событий. Наш адрес в интернете прежний. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!